В СССР очень часто детям приходилось выполнять недетские обязанности тяжелого труда, и иногда дети оказывались даже успешнее взрослых. История Мамлакат Наханговой о том, как несмотря на угрозы старших стать самым юным кавалером Ордена Ленина в 11 лет. Мамлакат Акбердеевна Нахангова родилась 6 апреля 1924 года в таджикском кишлаке близ города Душанбе. В семье Наханговых было 11 детей, но выжили немногие. Вдобавок, Мамлакат рано лишилась отца, поэтому с раннего детства помогала матери собирать хлопок. Особый пример девочки подавал Алексей Стаханов, ставший в 1930-е символом труда. Вдохновленная Мамлакат пообещала землякам, что сама соберет рекордные 102 килограмма хлопка за день. Естественно, в колхозе посмеялись и не поверили в юную тружиницу. Напрасно, Нахангова научилась собирать хлопок двумя руками. По воспоминаниям самой Мамлакат, растения были низкими, поэтому девочке было удобно тянуться. За день у нее получалось отсортировать до 80 килограмм белого золота. В то время как взрослые собирали в 5-6 раз меньше, учетчики ходили за Мамлакат по пятам, не признавая ошеломительных результатов девочки. Взрослые ворчали что-то про «нечистую силу» и даже один раз побили юную сборщицу хлопка. И даже несмотря на такие бесинства старших, Мамлакат Наханговой удалось установить рекорд. В декабре 1935 года 11-летний тружиница из Таджикистана узнал весь Советский Союз. 25 декабря 1935 года Мамлакат Нахаганова за трудовой героизм была удостоена Ордена Ленина. Стоит отметить, что в те годы еще не существовала звезды Героя социалистического труда. Поэтому 11-летняя сборщица хлопка получила высшую из возможных наград страны за труд. За все существование Советского Союза Мамлакат Нахангова оставалась самой молодой обладательницей Ордена Ленина. Торжественное вручение Ордена Ленина проходило с государственным размахом. Девочку пригласили в Кремль, где она встречалась со Сталиным. Вождь подарил Мамлакат ее фотографию среди руководства страны. Улыбчивая таджикская девочка тут же стала символом труда. Ее вместе со Сталиным стали печатать в газетах, изображать на плакатах и монументах. Мамлакат Нахангова стала настоящим примером для пионеров всего СССР. Важно, что слава не вскружила девочке голову. Ее тепло принимали в лагере «Артек». Сверстники заглядывались на орден Мамлакат. Вряд ли им когда-либо удавалось увидеть орден Ленина у столь юной девочки. А она и не думала зазнаваться. В 1941-м во время начала войны Наханговой было 18 лет. Девушка рвалась на фронт добровольцем, но ей отказали. В 1942-м она в составе делегации поехала на помощь блокадному Ленинграду. Там же она просилась зачислить ее на боевой корабль, но Наханговой была вновь отказана. Помощь родине она все-таки смогла оказать, ухаживала в госпитале за ранеными. Уже после войны Мамлакат Нахангова вернулась к мирной жизни в родной Таджикистан. И, что удивительно, вернулась не в привычную сельскохозяйственную сферу, а в научную. Более 30 лет Мамлакат Нахангова преподавала английский в институтах Душанбе. Получила ученую степень кандидата филологических наук, работала доцентом в местном пединституте. Нахангова вышла замуж, родила двоих детей и ушла на пенсию в 1990-м. Самой юной обладательницей Ордена Ленина не стала в 2003 году. Мамлакат Нахангова – это показательный пример доблестного и самоотверженного труда. Только честный труд может сделать из простой таджикской девочки настоящий пример для подражания для целой страны.